В Сургуте подходит к концу процесс зимнего оформления улиц и площадей. В этом году для горожан создали 8 локаций для активного отдыха. Так, на площади у Свято-Троицкого собора уже возвышается праздничная ель. Установлены ледяные фигуры и лабиринт. К тому же завершается возведение горок. Оформление данной территории выполнено в рождественской концепции. Отмечу, что в 2023 году строительство ледяных городков затянулось из-за погоды. Сперва суровые морозы, а после резкое потепление с дождем. Но власти Сургута пообещали, что уже 30 декабря абсолютно все работы завершатся. Небольшое новшество этого года. Подрядчик выбрал способ установки этих горок и материал полностью из-за льда. Если в прошлом году это был комбинированный вариант, каркас деревянный и ледяные элементы, в этом году это полностью ледяные горки. Это, честно говоря, подрядчика и подвело, поскольку мы все прочувствовали погодные условия. Сначала были, в самом начале заготовки льда были проблемы, шел дождь, лед не намерз необходимой толщиной, затем ударили резко морозы. И лед намерз больше, чем ожидалось, то есть 400 миллиметров. Зимние локации есть также на площадке на Геологической 10, около Сургутского музыкально-драматического театра и на площади Советов, в скверах геологов-первопроходцев, молодежной, а также на Центральной площади. На последнем объекте, к слову, установлена самая большая новогодняя елка высотой в 20 метров. Там строят горки, а рядом будут ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Отмечу, что все скульптуры сохраняют тематику русских сказок. Что касается концепции, еще раз, то есть планировочные решения, они традиционные. Единственное, на главной площади мы немножко их сдвинули ближе, скажем так, сконцентрировали в одном месте, поскольку в прошлом году у нас было небольшое, как сказать, пересечение с проведением мероприятий по Масленице. И мы оставили все-таки максимум этой площади для проведения массовых мероприятий.